Вера, расскажи, как ты вообще вот дошла до идеи править позвоночник? Не каждый же решится? Я посмотрела рентген свой, там оказался жуткий сколиоз, перекос таза, проблемы с грудной клеткой, то есть весь букет, все, что только могло быть. В детстве ставили астму, то есть я не могла плавать, у меня не хватало элементарной дыхалки, из-за этого я паниковала в воде, плавать не могла. У меня аллергия на все, что только можно, там, начиная от морепродуктов, заканчивая пыльцой. Я хотел грустно пошутить на все, что можно, и на стекло тоже? На стекло, да. То есть есть ты хотя бы... Покрываясь прыщами, понимаешь, рядом со стеклом. Сложная тема. Ну, то есть так вот, на все морепродукты и на часть пыльцы? А на животных? Делали пробы по морепродуктам, там было все плохо. А кошки, собаки? Кошки, собаки, овцы, в общем, весь домашний скот какой-то там был, который пушистый. Библиотечная пыль была, обычная пыль. Я просто представляю набор аллергенов, библиотечная пыль. Нет, вот серьезно, вот все вот это делали? Такой широчайший скот? И родители как бы? Я даже не вспомню, что там было досконально. Ну и ты жила просто с таблеткой и карманом. Да, с таблеткой суперстиной и ингалятором. Было очень весело. Я не ходила на физкультуру, потому что мне ставили астму, мне давали освобождение от физкультуры. То есть я не могла ни быстро бегать, ни прыгать через какие-то препятствия, ну вообще, короче, ничего. То есть я просто сидела на лавочке во время физкультуры, пока все занимались там, как-то развивались в физическом плане. А ты присутствовала? Я присутствовала, я смотрела. Пыталась связать это все воедино, типа, откуда могли вообще вырасти эти все проблемы. Появилась такая идея, что это все могло быть от позвоночника. То есть он же как основа идет. И все это могло быть связано. Я сделала рентгены, посмотрели. То есть там ничего хорошего не было для 20-летнего человека. Ну то есть характер плюс как бы определенный набор знаний все-таки так сподвигнет тебя. И ты решила со всем этим бороться? Ну я решила, что, наверное, уже в 20-е пора бы что-нибудь сделать. Да, как-то решать вопрос. Это получается, ты глянула рентген и связалась это с позвоночником. Ну, собственно, вот мы, получается, начали работать. То есть что самый наглядный пример перемен? То есть вот мы, допустим, сейчас несколько правок провели. То есть понятно, что все это надо закреплять. Что больше всего изменилось в лучшую сторону, чтобы тебе вот прям было заметно? Ну и остальным было бы заметно, если бы ты с ними общался. У меня увеличилось объем легких. То есть я теперь могу нормально плавать, даже нырять, чего я раньше не могла. В кои-то веки не тону в воде на глубине полтора метра. Ну то есть у тебя нет как телесной, так и психической сладости. Да, у меня нет уже этой зажатости, страха какого-то там перед тем, что я утону. Я понимаю то, что у меня есть воздух, он меня держит, у меня его достаточно, и мне хватит на то, чтобы доплыть куда-то или нырнуть, допустим. И что этот воздух твой, он не уйдет в какой-то спазм или там спонтанный выдох. Ну а про плавание, то есть ты вообще раньше не плавала, получается? Я заходила в воду, у меня начиналась чуть ли не паническая атака, то что я сейчас, мне не хватит воздуха. Я просто утону, потому что его не будет хватать. И поэтому я не плавала. Меня пытались учить всячески в бассейне и в открытых водоемах, но ничем хорошим это не заканчивалось. То есть я просто глотала воду, иногда не особо чистую. То есть ты самоотверженно так училась любой ценой, но получалось так себе. Ну а сейчас ты, получается, поплыла и даже рискнула нырять. И особо ничего не потеряла в плане того, что я не испугалась там, это не было достигнуто, допустим, утоплением. То, что я там сначала утонула, потом поняла, что все-таки могу плавать. Нет, я просто взяла и поплыла. То есть цена плавания просто калории, потраченные на мышцы. Да. Но это круто, потому что я вот сейчас, допустим, слушаю и думаю, что нужно было, как жить, допустим, как готовиться вот это вот все время, чтобы так спокойно психикой воспринять все перемены, просто начать ими пользоваться. Это сильно не для всех такой подход. То есть что ты такого интересного делала в своем детстве или, может быть, недавно, что позволило тебе так спокойно начать и пользоваться телом? Как ты волю тренировала? Никак. То есть ты просто жила, это просто, ну, как родители сделали? Ну да. Я ничем таким особо не занималась, ни спортом. Ну, я рисовала, вот, единственное. Там достаточно много надо концентрации и нервов, чтобы, потому что у тебя 10 раз не получилось, может, на 11 получится, а если ты бросишь на 10, то, ну, понятно, что из этого выйдет. То есть ты, получается, пыталась то ли подчинить, то ли приручить тело через концентрацию на тонких движениях? На хобби, да. На тонких движениях. Ну, это такой волевой тренинг. Многие художники говорили, что нужно иметь способности и воспитывать талант. То есть ты, получается, воспитала талант, а теперь мы просто тебе даем физически, как бы, возможности. Я пользуюсь тем, что... Баланс под них есть. Я попробовала, решилась попробовать краба после твоих правок. И как он на вкус? Очень понравился. Настоящий? Да, я живая до сих пор, что странно или нет. А икру, икру ты пробовала? Икру, да, красную. Но краб больше понравился. Ну, а официалом физика, то есть насколько изменилось твое самовосприятие от тела целиком? Я стала поувереннее себя чувствовать. Уже не так все кажется страшно пробовать. А противоположный пол как реагирует? Голову сворачивает на улице? Я не оборачиваюсь. Ну, то есть внимание растет. Ну, от чего ты думаешь больше стороннего внимания мужского ты получаешь? От смены самовосприятия? Или, ну, там, фигура изменилась? Я думаю, что это одно с другим не спорит здесь. Ну, то есть целиковые перемены. То есть ты это прямо ощущаешь на себе. Или что ты теперь планируешь делать со своей жизнью? Большую часть проблем решили, что теперь... Пробовать что-то еще новое. Я же столько не пробовала. Список желаний? Да. Там накатан. Ну, а личная жизнь? Всем же интересно, как бы, личная жизнь? Ну, то есть раньше было... У меня все еще было стеснение, там, какая-то зажатость в общении. Потому что я никогда не общалась, там, с противоположным полом. А когда произошли изменения в личной жизни, то есть, ну, приходится общаться, а зажатость-то она осталась. И из-за моего вот этого подавленного состояния он себя плохо чувствует, не может принимать там какие-то решения важные, потому что видит там мои сомнения какие-то, нерешительность, зажатость. Грубо говоря, я его вот в это состояние в свое ввожу, что ни к чему хорошему не приводит. Ну, то есть, получается, в ваших отношениях за двоих впахивал мужик до определенного момента. То есть, тебя так мягко перегрузили, и теперь ты в отношениях. Ну, так, получается, было до недавнего времени, если я все правильно понял. А сейчас на настоящий момент. Мы резко собрались и поехали в Сочи. Вот тут и ты оказался, то, что здесь справки можно сделать, как раз. Потому что мало где найдется грамотный специалист, и вообще страшно доверять себе. Кому-либо. Все-таки такая важная часть, как позвоночник. То есть, у вас получилось, что женщина решилась, а события начали выстраиваться штабелями, выкладываться. Да, он меня подержал, и мы поехали. Мы здесь все отдохнули, и поплавали, поели крабов после правок. Все 33 преодоления. Да, и еще там целый список. И как, он доволен? Сам там? Ну, да, он вышел, наконец, из этого состояния. Мы теперь неходячая депрессия и усталость. Повеселее стали и поувереннее себя чувствуем. Хочется что-то новое делать. Какие-то спонтанные решения возникают. Вроде того, что там, а поехали туда-то. И мы поехали на ночь без всего. Грубо говоря, без палаток. Без еды, только с деньгами и паспортами. Уехали на ночь в поселок. В кемпинг, получается? Да, в кемпинг. Но он вообще там случайно оказался. Его там могло и не оказаться. Мы могли бы ночевать на пляже, но он там оказался каким-то образом. На пальмовом листву у тебя не было аллергии? Ну вот до этого момента я не пробовала. После этого уже не было, после травок. Нет, сошлось. Да. То есть с момента, как женское решение вызрело, события начали разворачиваться, стыковаться и все в таком духе. Ну, по опыту у мужчины должно что-то было и в рабочих вопросах меняться. Да, стали появляться, поступать предложения, более выгодные. Ну, то есть женский путь как бы хороший такой, пройден. То есть как будто бы ты не делал телом. Значит, скорее. Пройден путь, скажем, до женщины. То есть женщиной ты уже стала, теперь ты себя чувствуешь, если я правильно понял. А теперь начинается совершенно другое. То есть качественные перемены произошли. Ну да, я люблю перемены.